Дорогие друзья, телекомпания НТВ Плюс продолжает трансляции из Японии, где проходит четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. И этим ранним утром мы начинаем с танцев. Танцев на льду, оригинальный танец, народные мотивы. Да, японский этап пока что единственный, в чьем расписании произвольный танец находится в воскресный день до показательных выступлений. Обязательно танцевали вчера. Сегодня наряду с произвольными программами будет исполнен оригинальный танец. И, как всегда, на НТВ Плюс комментировать мы его будем вдвоем. Я Василий Соловьев, рядом со мной Петр Дурнев. Доброе утро, Петр. Доброе утро, Василий. Доброе утро, дорогие друзья. Как ощущается с утра? С утра ощущается прекрасно, абсолютно. Тем более, что я уверен, что этим ненастным утром нас ждет шикарное зрелище в виде оригинального танца. Я вижу, там вот уже финское полечко где-то маячит на горизонте. Да, это спортсмены, представляющие Чехию. Вот, а перед нами мы видим канадских спортсменов. Там еще, обратите внимание, по-моему, Кейти и Крис Рид в японских костюмах катаются с веером. Ой, это всегда очень интересно. В кимоно. Я люблю, когда с веером в кимоно, это всегда так захватывающий, вы не находитесь. Очень, я не видел никогда таких танцев в кимоно. В общем, очень красивыми обещают быть сегодняшние танцы. Только что нам представили судейскую коллегию, в рядах которой один из наиболее опытных судей России, это Алла Викторовна Шаховцова. Что уж в России, давайте уж сразу во всем мире. Да, в принципе, я с вами соглашусь, причем с удовольствием, потому что действительно все наиболее крупные соревнования в мире на протяжении долгих лет судят Алла Викторовна и судят их успешно. Рефери здесь Мияко Фуджимори, технический контролер Галина Гордон Полторак, технический специалист Мария Тумановская, ассистент технического специалиста Майкл Вебстер. Ну и первая разминка готовится к тому, чтобы удивить нас своими танцами. Некоторые мы уже видели, как вот этот вот китайский или как-то уже полечку в исполнении чешских спортсменов. И назову состав участников. Стартуют первыми Джейн Саммерсет и Тодд Гиллис. Они десятые после обязательного танца. На два балла отстают от Элихен Маккерди и Майкла Корено из Канады. Те, в свою очередь, на полтора балла отстают от Чехов Люси Меслевичковой и Матэ Женовака. Они на полбалла отстают от Кейти и Крис Ридов, выступающих за Японию. И китайская пара Ксингтонь-Хуань-Ксюнджэнь всего лишь на две десятые опережает японскую пару. Ну и, кстати, неожиданно видеть китайскую пару так высоко, потому что она даже в Китае, по-моему, так высоко не забиралась. Да нет, почему? Очень хорошие ребята, с неплохим рейтингом. Вот как раз, когда мы с вами комментировали прошлые этапы, где они катались. С седьмыми они там были в итоге в Китае. Да, это очень неплохо для них. В Китае седьмыми, а здесь уже с шестыми. Вы чувствуете прогресс на лицо? То есть, как бы, видно явное движение вперед. Ну, самое главное, что в следующей разминке мы увидим, кроме мощной американской пары Дэйвис Уайт, кроме шотландцев Керр и канадцев с украинцами, мы увидим еще и российскую пару Екатерина Боброва Дмитрия Соловьев, которая занимает третье место, отставая на три с копейками балла от британцев и на шесть с копейками баллов от американцев. Я очень болею за Катюшу и Дмитрия и желаю ему успехов на этих соревнованиях. И считаю, что, безусловно, для них это большое достижение быть третьими в обязательных танцах на этапе Гран-при в Японии. Я очень надеюсь, что они сохранят эту позицию. Петр, откуда у вас столько здоровья? Вы за всех болеете. Да я вообще очень здоровый человек, знаете, Василий? За всех наших спортсменов. Не было такого случая, чтобы вы сказали, я не болею. Я вообще болею за Россию, понимаете? И, наверное, это уже патриотизм, впитанный с молоком матери, как говорится. Ну что ж, неплохо сказано. Итак, Джейн Саммерсет и Тодд Гиллис. Начнем с наших западных соперников, североамериканских. Джейн Саммерсет и Тодд Гиллис собираются кататься под музыку «Анд». Это очень интересная находка, и мы с удовольствием сможем обсудить их танец. По окончании танца, конечно. Сейчас дадим насладиться нашим зрителям ранним. Я надеюсь, что их очень много. Так потом же будут повторять. Я уверен, что настоящие болельщики. Давным-давно в футболе.